Завершающие штрихи в подготовке парадного кортежа. Друзья и коллеги встречают из отпуска президента торгово-промышленной палаты и члена общественной организации офицера России. Максим Фатеев возвращается из Москвы на двух колесах. Предпочел самолету мотоцикл. На нем проехал километры пути. Неформальный дресс-код президента палаты здесь соответствует виду транспорта. Мотоциклами Максим Фатеев увлечен с детства. Еще юношей ездил на знаменитой в годы Яве. Сегодня он верхом на японце. Кавасаки-вулкан приспособлен для дальних путешествий даже по российским дорогам. Без передышки сразу после отпуска возвращается к делам. О скоростных поездках на мотоцикле в кабинете напоминает лишь тренажер. На нем Максим Фатеев разминается в течение рабочего дня. Времени на спорт в плотном деловом графике, как правило, не хватает. Под тобой 350 килограммов чистого железа. Удержать его на дороге, удержать его на всяких кочках. Это тоже серьезная такая физическая нагрузка. Говорит, мотопробег по области дал заряд энергии для нового делового сезона. Он обещает быть насыщенным бизнес-встречами и форумами предпринимателей. Руководитель в обществе всегда такой полурабочий. Ты впитываешь новые в тех регионах, где ты бываешь, с теми людьми, которыми ты встречаешься. Будет продолжать защищать права бизнесменов на территории всего региона. Для этого уже работают общественные приемные в Саратове и в Балаково. Порой невозможно просто-напросто находиться в 10 местах одновременно. И даже всего аппарата палаты не хватит для этого. 80% всех жалоб предпринимателей приходится на муниципальную власть. В районах права бизнесменов пока нарушают чаще, чем в мегаполисах. Поэтому в этом году откроется еще несколько приемных в Балашове, Новоузенске, Ртищево и Ершове. А контролировать их работу Максим Фатеев будет лично. Приезжать планирует в том числе и на мотоцикле.